Как вы относитесь к Евгению Головину? Ну, сложно отношусь, понимаете, я ко всему южинскому кружку отношусь очень сложно. Мамлеев и тот, при всём его таланте, не вызывают у меня однозначного восторга. Он создал всё-таки подпольную среду, которая могла привести как к духовным прозрениям, так и к духовным падениям. Ну, всё опасно, понимаете, нет безопасных идей. Но эта среда, как мне кажется, была довольно-таки подпольной в Достоевском смысле и такой довольно сектантской. Головин, как поэт, представляется мне талантливым не более, и даже и талантливым весьма средне на фоне многих авторов его поколения. Ну, а образ его жизни, его эксперименты, его, значит, поиски всякого рода оккультных знаний вообще не вызывают у меня особенного интереса и сочувствия. Мне это всё кажется каким-то дурновкусным. Интерес к эзотерике бывает ведь и, так сказать, вполне талантливым и не мешает таланту. Ну, случай Алистера Кроули, например. Кроули был первоклассный писатель. Всё, что я у него читал, это очень высокий ранг. А тексты Головина мне представляются недостаточно увлекательными. Ну, мне кажется, самой талантливой и неоднозначной фигурой в этом кружке был Джемаль. Гейдар Джемаль, который там сформировался, в те годы написал ориентацию «Север». Но и Джемаль, тоже философ небезопасный, и думаю, что эволюция его скорее пугающая. Но это был замечательный интеллектуал, с которым интересно было общаться. Головина я лично не знал. Спасибо.